Здравствуйте, Инна Павловна. Для начала хотелось бы поговорить в общем о демографической ситуации в стране. Какова она на сегодняшний день? Демографическая ситуация оставляет желать лучшего в Российской Федерации. Снижается население, особенно работоспособного возраста. В связи с этим снижается и рождение детишек. Нам бы хотелось стабилизировать эту ситуацию. В Российской Федерации принято множество законов, направленных на стабилизацию данной ситуации. Правительство Российской Федерации приняло законы о увеличении оплаты беременным женщинам, о налоговом льготам, о сертификате, который выдается женщинам во время беременности. Тенденции положительные есть, но все же не такие, как бы хотелось. Ну, а получается, главная причина в чем? Люди не хотят или не могут? Причин несколько. И не хотят, и не могут. И связано это и со здоровьем, и связано это с материальным положением. Причина также и в неинформированности населения. Ну, я считаю, первый путь в повышение рождаемости – это информироваться населения о вреде и абортов. Потому что в процессе данной манипуляции снижается фертильность женщины, а то есть женщина не может иметь беременность в дальнейшем. И каждая четвертая женщина в Российской Федерации, по данным Росстата, не имеет возможности родить самостоятельно, зачать ребенка. Это делается только с помощью либо врачей, либо вспомогательных репродуктивных технологий. Также это не всегда причина в женщине. Причина бывает и мужской фактор, с которым надо разбираться. Но, к сожалению, мужчина у нас обращается намного реже с этой проблемой, чем женщина. Обычно, когда возникают какие-то проблемы в плане зачатия, вынашивания беременности, пары вспоминают об ЭКО. Если можно, несколько слов о том, что это и в каких случаях это может применяться. Ну, что такое ЭКО? ЭКО – это репродуктивная вспомогательная технология. Она применяется в том случае, если семья или пара не может иметь детей. Для этого женщина, и не только женщина, но и мужчина в обязательном порядке, должны пройти осмотры врачей и пройти некоторые анализы. В процессе этого выясняется, действительно ли семья, не может ли иметь детей, либо это поддается лечению. И никогда в цикл ЭКО не берутся те женщины, у которых возможно наступление беременности самостоятельно. Данную ситуацию может решить только врач, либо гинеколог, либо, если такого нет, то такой врач есть – это репродуктолог. Также со стороны мужчины эту проблему может решить уролог или андролог. И с такими проблемами женщины сталкиваются достаточно часто. Но почему-то у нас женщины, может быть, боятся обратиться или не знают, куда обратиться с этой проблемой. А ведь дети – это, наверное, одна из главных целей создания семьи. И каждая женщина хочет познать радость материнства. – Насколько я понимаю, что тем парам, у которых возникают подобные вопросы, им можно обращаться в вашу клинику «Мать и дитя». Расскажите, пожалуйста, о самой клинике, когда она была открыта в Рязани. И какие услуги вы оказываете населению? Клиника в Рязани была открыта в 2015 году. Клиника – это не единственная. Мы входим в состав группы компании «Мать и дитя», возглавляет которую Курцер Марк Аркадьевич. И данная клиника была открыта для того, чтобы повысить рождаемость в нашем регионе. В связи с этим мы заинтересовались тем, что можем ли мы как-то оказывать женщинам данную помощь на бесплатной основе. И правительство Российской Федерации совместно с министерством включило эту программу ЭКО в обязательное медицинское страхование. Мы можем оказывать женщинам данную услугу с 2016 года в рамках обязательного медицинского страхования на бесплатной основе. Каждая женщина, обратившаяся к нам в клинику, может также получить консультацию репродуктолога и консультацию андролога, для того, чтобы установить причину бесплодия и уже бороться как-то с этой причиной. Если возможно путем лечения, как я уже говорила, если это невозможно, то путем экстракорпорального оплодотворения. Но для того, чтобы сделать ЭКО в вашей клинике, в частности, бесплатно, нужно получить какое-то направление? И где его можно получить? В вашей клинике или государственные медицинские учреждения должны этим заниматься? Для того, чтобы получить направление, здесь несколько есть путей. Можно получить направление в нашей клинике. Для этого делается выписка, в которую входит достаточно широкий спектр анализов, потому что женщины, так же, как и мужчины, должны быть обследованы полностью для данной процедуры. Также эту выписку можно получить в перинатальном центре Рязани и в женских консультациях. Рязани и Рязанской области. После чего все женщины, получившие данную выписку, приходят в Министерство здравоохранения, им предоставляют список медицинских учреждений, среди которых мы тоже находимся, которые они могут выбрать для того, чтобы сделать процедуру экстракорпорального оплодотворения. Но я считаю преимущество нашей клиники для рязанцев в том, что им не надо никуда ездить. Это делается все на месте. Преимущество нашей клиники, в отличие от тех клиник, которые есть в Рязани, в том, что мы делаем экстракорпоральное оплодотворение от начала до конца. То есть всю стимуляцию оплодотворения и завершение этого цикла происходит в нашей клинике. В связи с этим, я думаю, что для женщин достаточно удобно. После того, как они проходят весь цикл ЭКО, женщина, весь цикл ЭКО имеет связь в обязательном порядке с врачом, с тем, который ей предоставляет эти услуги. И после этого мы женщину направляем в женские консультации для дальнейшего наблюдения. По желанию, женщина может остаться у нас в клинике. С момента открытия вашей клиники, насколько часто к вам обращаются женщины с подобными проблемами? И сколько уже малышей благодаря вам появилось на свет? У нас прошло более 400 ЭКО. В этом году у нас прошло уже 113 ЭКО. И за все это время уже родились 88 детишек. Много женщин сейчас в процессе вынашивания беременности. Со всеми женщинами мы имеем связь. Они нам сообщают про своих детишек, даже приходят в клинику, что очень отрадно. И мы видим то, что получилось в процессе нашей совместной работы. Скажите, а могут ли существовать какие-то противопоказания для ЭКО? Или, в принципе, если у женщины бесплодие, то в любом случае она может таким образом зачать и выносить ребенка? Это очень хороший вопрос. Действительно, противопоказания для ЭКО есть. Поэтому выписку, которую дают женщинам, она имеет достаточно, как я уже сказала, спектр анализов и обследования. Дело в том, что каждая женщина – это индивидуум. И с каждой женщиной врач работает отдельно. И программу для каждой женщины врач подбирает, естественно, отдельно. А почему отдельно? Потому что нам нужно видеть состояние ее здоровья. И есть некоторые заболевания, при которых экстракорпоральное оплодотворение противопоказано. И мы об этом говорим женщинам. У нас, так как клиника не отдельно стоящая, здание, не отдельное учреждение, она стоит в группе компаний. У нас есть большая возможность всегда проконсультироваться с врачами других центров. И у нас всегда взаимопонимание, мы находим взаимопонимание и поддержку в тех или иных вопросах, если что-то нам бывает непонятно. Или если нам нужны дополнительные консультации. Мы никогда не берем женщину в цикл ЭКО, если у нас есть какие-то сомнения по ее здоровью и способности ее выносить данного ребеночка. Поэтому это все подбирается строго индивидуально. Помимо ЭКО, какие еще услуги оказывает ваша клиника? Вы знаете, клиника у нас достаточно разносторонняя. У нас предполагалось сначала, что это будет клиника ЭКО, но на самом деле здесь не только получилась клиника ЭКО, здесь и поликлиника для взрослых, и поликлиника для детей. У нас замечательные врачи, которые проходят постоянное обучение либо через онлайн-трансляции, либо на рабочих местах других учреждений группы компаний. И знание у них фундаментальное, я считаю. Поэтому все женщины, и еще я говорю сразу, что мы имеем возможность консультации с любым регионом, с любыми врачами. И любой уровень сложности или проблем, которые у нас возникают в ходе лечения пациентов, мы можем проконсультироваться непосредственно в других клиниках. Это нам помогает работать с достаточно сложными пациентами. Получается, вы занимаетесь исключительно женским здоровьем? Конечно же, нет. В поликлинике во взрослые у нас проходит обследование не только женщины, но и мужчины. И, наверное, надо стремиться к тому, чтобы расширять круг познания в мужской сфере. Потому что женщина, наверное, больше следит за собой со стороны здоровья, к счастью, наверное, чем мужчина. И очень часто мы видим, что инициатором прихода в клинику является не мужчина, а женщина. Мы хотим немножечко это повернуть в другую сторону, чтобы мужчина тоже заботился о своем здоровье. И для этого у нас есть все врачи, все обследования, где мы можем помочь. Инна Павловна, большое спасибо, что сегодня нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам, спасибо врачам, которые работают в вашей клинике и помогают всеми стать полноценными и счастливыми. Спасибо вам большое за приглашение. Я надеюсь, что мы немножко развеяли миф о том, что врачи очень хотят направить на ЭКО, не пробуя предложить женщине другие лечения. Но это не так. Мы пробуем разнообразно обследовать женщину, посмотреть и только направить на ЭКО тогда, когда женщина не может самостоятельно забеременеть. Ну, в любом случае, лучше, чтобы не было никаких проблем со здоровьем. Но уж если так случилось, то теперь, я думаю, рязанцы будут знать, куда обращаться. Спасибо большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках.